Всем доброе утро! Доброе вечернее утро! Доброе вечернее утро! Мы только сейчас поняли, что мы сегодня ничего не записывали. А все почему? Потому что мы работали. И Макс сегодня у нас дома остался. Как-то плохо спал. Перекал носом. Он остался дома. Утро, ты говоришь? Да, так что сегодня он с нами. А сейчас решили съездить или ты уже передумал? Я не поеду в обувь. Не поедешь, обувь. Собиралась, предложила им красотки покупать. Ну я... Я оказался не готов к этому предложению. Поэтому нет. Я, да, потом. Скоро. Я созрел. В общем, я все-таки передумал, мы идем в обувь. Да, да. Снежок. Снежок идет. Макс идет. Таня идет. И я иду. Руку дать. А, руку дать? Ну давай, давай, давай. Пойдемте здесь. Пятьдесят пальцев. А это, походу, одна она. Один и тот же магазин. Да я иду. Прослочки. Я тоже скираю. Прослочки. Беленькие. Беленькие. Силенькие. Как любит папа. Ну такие они, кстати. Ну, такие они, кстати. Ну, такие они, кстати. Ну, я даже не думал, что что-то будет более не симпатичное. Да? Зеленый. Зеленый. Зеленый, наверное, ни к чему. Это же эти коричневые-то сейчас вытроили? Да, эти белочки-то сильно, да? Какой-то размер. 45-ый. Может, если это будет... Ну, может, да. Если это будет поменьше. 42-ой. Вот. Вот. Ну, вот. Написано, какие размеры есть. Это 4x700 стоят. Мне кажется, можно попробовать вот эти вот эти. Ну, такие что, обычные или? Ну, такие что-то не есть. Ну, они вроде нормально, если вот... Сапоги не хочу. Хочу кроссовки. А, 41-ой. Вот такие 40-ой. Ой, 42-ой. И вот такие вот. Да, ну, я думаю, не потеряю. Они понимают, что я слышал искать на женском отделе. Сейчас пока-то, знаешь, найдут размеры. Лишь бы еще были. У нас такие сапоги смотришь. Масяки-то. Смотри, какие сапоги смотришь. Смотрите. Ой, давай. Тут зеркало. Тут зеркало. Угу. Есть зеркало. У тебя рост-то, Максим? Да, сапоги? Пойдемте. Угу. Давайте. Угу. Не знаю, понятие. Может, маломерки, да, больше? Попроси побольше тут. Ну, вот эти, чем вторые. Больше, он почти мягкий. Потому что там еще мягкий. Нет, ну, в смысле, что вот этот, второй? Да, да. А этот еще... Я у нас зимний должен больше убедить. Знаешь, маломерки. Максимка, иди к нам. Да, Вика там. Он уже вовсю детей забирает. Нам Вику еще ждать. Что-то снежок, да, пошел? Припорошила он уже. Бегать хочу! Бегать хочу! Ты тоже бегать хочешь? Нет? А что у нас на уши? Что у нас? Ну, вообще классно, быстро одеваются, да? Что у нас на уши? Да еще не решили, сейчас будем думать. Ладно, Макс там уже в машину бежит. Что там, Матин? Таня, мама. Да. Таня, мама. Вика сестра тебе. Я папа. Так. Кроссовки меня ждут. Макс у них уже походил по квартире. Да, у них уже все походили по квартире. У них уже все походили, кроме меня. Один я у них по квартире. До минус 35 нарисован. Градусник я не знаю, насколько это правда. А я колготки получу. Подожди про кроссовки сейчас еще. Написано до минус 30 их можем таскать. Ну, огонь. Слушай, до минус 30 это что-то нереально. Ну, видно, что они прям внутри толстенные такие. Ну, надо прочитать. Все как надо. В условиях повседневной носки демонстрируется высочайшую надежность. Так что, я думаю, нормально будет закупить. Угу. Так, ну ты расскажи. Посмотрите, какие мне пришли колготки с Next'а. Вот такая вязочка красивая. Так надо на тебе смотреть. Да ладно, что я сейчас на руке. На руке то что понятно. Да, колготки мерить. И смотрите, какой фарточек мне пришел. Давай-ка. Сейчас Таня делала в нем салат, но я не снимал. Красноярский. Заказывала я. А то пришел как будто откуда-то. Ну, он пришел на такси приехал. Пришел ко мне. Ага. Вольфы. Знакомое дело. Мы любим цветать теперь яркие, заметные. Угу. Там еще мама заказала Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Ну так, чтобы на все случаи жизни. Где бы не захотел сниматься одеваться. Да, у меня уже вот такая самореклама. Да, это вышивка. Поэтому, если вам нужен фарточек. Или кому-нибудь подарить хотите. Или кому-нибудь подарить, кстати, для новогодних подарочков. Угу. Или у мастера. Или у маникюра. Или у маникюра. Или у парикмахера. Или у парикмахера. То есть она такая вот ткань. Она вот подойдет как раз таким вот для... Угу. Так, ну ты будешь примиряться? Ну это мне одеться надо. Смысл мне их так надевать на голую ногу? А одеться я хочу? Нет. Ну тогда не меряй. Да я их в магазине же мерял. Что-то мне кажется все видно было. Опа. Сейчас Вика покажет. Ух, Вика покажет. Вот такие вот отличные кусочки. Я довольно счастлив. Стоят они 3 990 рублей. Да. Ну вроде да. Вроде да. Ага. Ты слон. Ты слон? Ну соседи мне кажется снизу так и говорят. А да, она слон. Да, она слон. Решил тебя маленько спалить. Лежит. Ага, я это про хотел сказать. Как ты вот на них лежишь? На иголках лежишь. Ага. Вся прям как на иголках. И еще кайфуют при этом. Ой, мне вообще нравится. Вообще так хорошо. Я не представляю как может быть хорошо. Я пробовал. Это ну как-то вот понимаете прямо вот. Ну не мое. Вот прям мне больно. Мне просто больно. Вообще не сколько. Я ложу голову. Ай больно и убираю. Я может и полежал. Но это же больно. Ты считаешь что это не больно? Вот интересно. Ну у меня два предположения. Либо все таки у женщин болевой порог выше. Ну то есть как бы им пофиг на боль. Ну понятно. Либо у меня просто башка тяжелая. А у нее легкая. Ага. Вот как бы если не сильно надавить. Это не больно да? Там на гвоздь. А если сильно надавить. У тебя будет больно. Он втыкается. Угу. Поэтому я предлагаю. Давай я тебя сверху надавлю. И мы поймем. Больнее? Нормально. Блин. Ну я реально надавил. Вряд ли моя голова там тонну весит. Чтобы не сесть на тебя сверху надо. Чтобы проверить этот эксперимент. У меня столько проверять. Ну. Да. Вот говорит. Голова болит. Уснуть не могу от этого. От того что не высыпаюсь голова начинает болеть. Замкнутый круг. Ну. Я говорю. Ну там это. Люди. У нас же русский. Понимают. Коньячок. Винишко. Винишко. Угу. Отказалась. Пока. Сейчас кавер выключу. Еще раз предложу. Пока. Да да да. Я говорю. Ну там сосуды расширяет. Люди как то там с этим. Вот. Ну. Пока она это знаете. Лежит на иголках. Ну кстати. Помогает же да? Я вот как то она там. Ну. Мне ее мама подарилась. Точнее. Она была у мамы. Я как то ей сказала что я. Хочу такую же. И это. Она говорит. Давай я тебе отдам. Я говорю. Да не надо не отдавать. Потом если как нибудь увидишь. Купишь мне. И потом не отдашь. И я приезжаю в Красноярск. И нахожу ее в сумке. Понимаете. Ну я так понял. Твоей маме тоже было больно на ней лежать. Ну. Мне кажется мама лежала. По-моему она говорила больно. Нет. Мне кажется. Почему то я считал что мне больно. И твоей маме. Поэтому она тебе ее отдала. Я почему то так думал. Не знаю. Такое. Нет. Такую информацию. Не помню. Не знаю. Понятно. Массажек сделаешь. Я кстати это. Да. Помнишь. Тебе проспорил то что я тебе сделаю. Я сделал. На днях. Я хотел рассказать что я сделал. А не да кстати ты мне должен. Да. Я не должен. Я сделаю это не от спора. А просто там. Ну вот. Тем более. Я помню когда она беременная была. Викой. Почти каждый день ноги ей массировал. Да. Как ты так это. Установки помассируем. Кремиком смажь. Нет проблем помассировать. Я крем терпеть не могу. Вообще. Меня трясет когда на руках крем. После крема или руки мыть. Да. Я после крема иду мыть руки с мылом. Потому что меня раздражает крем на руках. Вот это вот. Креп. Ужасно. Я типа ой сухо. Надо кремиком намазаться хорошо. А я все в крему. Надо помыться. В общем. Это знаете. Рубрика мужское и женское. Да. Что еще. Да. Обсудим. Да. Что мы еще обсудим. Мы сегодня мне кажется мало наснимаем здесь. Мало так мало. Что теперь проделать. Работа. Знаете. Когда целый день работаешь. Вот чуть не поснимаешься. Ладно. Всем спокойной ночи. Всем спокойной. Всем пока-пока. Даже если у вас утро все равно спокойной ночи. Вы перед сном еще раз просто пересмотрите. Что мы вам спокойной ночи перед сном пожелали. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok